здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня 12 сентября 2021 года в течение лета я проводил несколько экспериментов по влиянию различных препаратов таких как хлорокис меди бордоская малахитовый раствор на такую болезнь как мильдью эти ролики у меня уже есть на канале но вот сейчас уже осень и многие начинающие виноградари пишут что как они не обрабатывали как они не заливали свои виноградные кусты тем не менее болезни в том числе и мильдью практически полностью уничтожили все листья если честно то я даже не понимаю как такое может случиться если вы обрабатывали свои кусты винограда здесь не в обиду вам сказано либо вы меня просто обманываете либо вы относились к этим обработкам ну совсем спустя рукава свои эксперименты я проводил на саженцах которые практически не обрабатывал и был у меня еще один куст винограда который я еще в прошлом году наметил удалить но не нашел что посадить на том месте и решил его еще сезон подержать а уже этой осенью приготовил саженец и на его месте посажу другой естественно не этот куст который перед вами кстати вот здесь по удалению листьев листья я стараюсь не удалять и вот в данном случае листья удалил зоне гроздей только для того как я часто говорю чтобы похвастаться больше никакой цели я не преследовал и вот обходясь во виноградник я обнаружил что все листья которые я использовал своих роликах и которые я обрабатывал вот еще 22 июля они все целые и собственно говоря я его с 22 июля больше ничем не обрабатывал да и до 22 июля там было всего лишь три обработки да и то проводил по остаточному принципу и сейчас я вам просто хочу показать эти листья а вообще по обработкам того куста скажу какие препараты я применял значит первая обработка была по третьему пятому листу квадрис вторая обработка перед цветением топаз плюс редомил голд и третья обработка после цветения ордан плюс топаз цветение закончилось ну точно не помню скорее всего где-то 20 июня и вот с 20 июня по 22 июля больше там обработок не было никаких естественно появились очаги мильдью я эти очаги обработал различными препаратами и сейчас покажу эти листья и давайте посмотрим вот первый лист здесь была обработка хлорокисю меди вот видите почти в центре листа некроз там разрушена листовая пластинка переворачиваем лист и смотрим вот эти следы от хлорокиси меди как я уже говорил я обрабатывал обычным таким ручным опрыскивателем не очень качественно прошло 50 дней с последней обработки вот центре вот как то заражение которое было еще 22 июля оно было хлорокисю меди погашено и больше нового заражения не было перед вами второй лист хлорокис меди переворачиваем этот лист вот старые очаги которые были 22 июля они погашены их и нет вот остались только такие желто-коричневые пятна остальная листовая пластинка абсолютно целая следующий препарат который я использовал в то время был малахитовый раствор ролики об этих препаратах есть на канале просто смотрите и ссылочки я оставлю как выглядит лист с наружной стороны а вот так выглядит лист с внутренней стороны и смотрите вот остались старые очаги милью новых за 50 дней не появилось еще один лист обработанный был малахитовым раствором новых очагов за 50 дней не образовалась следующий лист здесь была обработка бордоской ну вот смотрим там где были очаги милью остались вот такие некрозы остальная листовая пластинка абсолютно целая еще один лист обработанный бордоской ну и смотрим опять же все старые очаги милью подавлены новых не появилось и вот наблюдая за развитием болезней на своем винограднике за препаратами которые я применяю я все-таки не могу понять почему у вас не получается вот получить такой результат даже в этом моем случае обработки проводились нерегулярно но тем не менее к осени к 12 числу я добрался полностью с листовой массой и даже ту вспышку которая была в июле месяце я успешно погасил и даже применяя вот такие обычные контактные препараты такие как бордоскую такие как малахитовый раствор это препараты контактного действия и кстати они очень неплохо прилипают поверхности листа и даже такой препарат как хлорокис меди которая как пишут во всех источниках очень быстро смывается дождем но как вы видели даже через 50 дней какие-то следы остаются еще на листьях но главное то что за 50 дней дальнейшего распространения милью по этим листьям не было да и по кусту в целом тоже не было поэтому если у вас что-то не получается то пересмотрите свое отношение к винограду потому что явно здесь с этим что-то не так многие виноградари объясняя распространение болезни у себя на винограднике обычно находят объяснение плохой погоде да это так но в моем случае погода была тоже не лучше июль месяц был с дождями тоже досталось этих дождей тоже по верхушкам побегом были очаги милью тоже кое-где по гроздям был аидиум не без этого поэтому посоветую всем виноградарям у которых что-то не получилось в этом году пересмотреть все таки график обработки подходить к этому графику обработки более жестко не оставлять все это дело на потом в июне июле месяце один-два дня при обработках когда вы решили что вот пусть подождем немножко обработаем через пару дней посмотрим может ничего страшного здесь еще и не будет а в этом году все таки постарайтесь довести свои кусты винограда до логического завершения до обрезки винограда до укрытия винограда а в будущем году постарайтесь все таки более ответственно подходить к этим моментам а с вами был юрий егарутин до скорой встречи до свидания пока